Приветствую вас! Я думаю, что в первую очередь надо отметить тот факт, что вы не задаёте вопрос. Вы не задаёте вопрос от слова совсем. То есть, вы вроде бы описываете проблему, которую у вас есть. Проблема, в принципе, понятна. Проблема, в принципе, ясна в целом. Проблема в целом ясна. Ясна, то бишь, в целом, что с вами или между вами происходит. Но что вы хотите-то делать? Какой у вас вопрос к психологам? Понимаете? Где вот этот вот... Как так сказать? Где вот этот вот момент? Да? Где вот этот момент? Когда вы готовы, к примеру, допустим, что-то делать. что-то предпринимать для того, чтобы ситуация изменилась. Вот. То есть, непонятно, что вы готовы делать вообще. И готовы ли вы что-то делать? Непонятно. Вы пишите, работаем, будем с понедельника по пятницу. Но ведь это и ваш выбор, работать с понедельника по пятницу, верно? Выходные, если я его не уговорю, то толком никуда не ходим. Ну, я так полагаю, что вы его и начали изначально уговаривать на то, чтобы куда-то ходить. Как-то не видит. Я, конечно, могу быть не прав. Могу быть не прав. Но на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация представляется вот так вот. Далее. Так, значит, никуда не ходим. Скажите, а какой лично у мужа мотив должен быть в палаше, чтобы куда-то ходить? То есть, какой мотив? Ну, если ему не интересно куда-либо ходить. Значит, можно сделать так, чтобы ему было интересно. Правильно? Дальше. Так, живем мы уже вместе 6 лет. Есть детишка. И, значит, соответственно, 6 лет вы живете вместе. Вам 24 года. Если вы 6 лет живете вместе, значит, получается, вместе вы начали жить в 18 лет. Получается, что в 18 лет вы уже сами себе полностью не принадлежите. Возможно, именно это послужило причиной того факта, что, ну, к примеру, вы не можете сами заниматься. Чем-то. Именно, именно сами. Возможно, это послужило причиной. Возможно. Я точно не знаю. Есть детишки. Значит, ну, собственно, какие у вас общие интересы с мужем, да, Ксения? Вы говорите, что у вас есть детишки. Каким образом они вписываются в вашу жизнь? Вам 24 года. Я не знаю, сколько лет вашим детям, но, опять же, вопрос. Не торопитесь ли вы с детьми? Не торопитесь ли вы с детишками? Дальше. Вот выходные. В основном, он получается вытащить мужи только под тем подбором, что дети должны развиваться и познавать мир. Потому что мужу самому это, видимо, не интересно. Опять же, а было ли ему когда-либо интересно? Интересовало ли его когда-либо, ну, собственно, походы куда-то, да, и так далее? Было ли ему это когда-то интересно? Дальше. Бывают проблемы, так, значит, вдвоем как-то нужно время проводить. Да, вдвоем как-то нужно время проводить. Для этого необходимо, чтобы вам вдвоем было что-то интересное. Понимаете? И вы либо принимаете тот факт, что вашему мужу не интересно, что-то интересно вам, либо пытаетесь, значит, находить смежные интересы, либо обращаетесь к тем интересам, которые у вас были на, допустим, ну, вот, на заре ваших отношений, вот, либо пытаетесь принять ее и в интере. Так, дальше. Да, бывают проблемы финансовые, но ведь можно подкопить. Не совсем понятно. Проблемы финансовые бывают на что, подкопить на что, не очень понятно. Муж стал чаще брать работу в субботу или воскресенье. Получается так, что у него один выход на неделю. А почему он начал брать работу в субботу или воскресенье? Для чего? И вот он хочет целый день провести в телефоне в игры. В телефоне в игры. Ну, человек так отдыхает. Опять же, вы не можете его замотивировать действовать как-то по-другому. Вопрос заключается в том, почему вы не можете. Быть может, вы перестали бить для него той женщиной, которая его вдохновляла на какие-то действия. Тут нужно опять же анализировать ваши отношения и смотреть, когда ситуация изменилась. Когда ваше поведение изменилось, когда его поведение изменилось, когда он начал больше увлекаться играми. Когда это всё произошло. Дальше. Но ведь это его выбор взять дополнительный день в выходной работы. У нас разница в 6-7 лет, мне 24-30. Я хочу так же, как и дети познавать мир ещё больше, покататься с горы на лыжах, например. Не знаю почему всё так, и он так. Значит, это его выбор. Да, но какие основания для этого выбора и основания? У нас разница в 6-7 лет, мне 24, ему 30. К чему бы это написали? Я хочу, точно как и дети, познавать мир ещё больше. Дет, мой коллега справедливо вас заметил. Хотите мир познавать, познавать. В чём проблема такая конкретно, да? Покататься с горы на лыжах, например, не знаю почему всё так. Ну, это значит, что вы не знаете своего мужа. Это значит, что вы не интересуетесь его чувствами. Это значит, что они вас, ну, это значит, что вы отдалились. Что вы не перестали говорить. Перестали быть друг другу интересны. Отдалились. Возможно, это связано с детьми, да? Тут как бы вот, ну, когда дети вас, ну, когда дети появляются, вообще, мышь и жена часто достаточно отдаляются, для которых им тяжело потом опять вновь, вот, быть мужчиной и женщиной друг для друга, а не родителями. И здесь, конечно, требуется определённая помощь, в частности, помощь с психологом, вот, связанная с вымочкой, озвучить мужчиной такую проблему и пригласить его на консультацию к психологу, и поработать над проблемой более детально, вследствие чего уже можно будет выработать определённые рекомендации вам, определённую стратегию поведения, и вам самой будет, вы сами будете лучше понимать, что с вами происходит и почему. Вот. Дальше, значит, подниму введак, ну, и он хочет всегда с видом. Ну, это его право, это его выбор, да? Выбор. Стал более агрессивный, злой, вечный, недовольный всем. Это уже вопрос немножко про другое. Это вопрос про то, как вы общаетесь, и про то, что вашего мужа волнует. Этого убийства стал более агрессивный, злой, вечный, недовольный всем. Опять же, говорит о том, что у вас нет понимания, что что с вашим мужем происходит. Я вас не обвиняю, поймите, я вас не обвиняю, нет цели вас обвинить. Но мне бы хотелось, чтобы вы обратили на это внимание. Мне бы хотелось, чтобы вы вот прям обратили внимание на то, что возможно, возможно, да, есть такая вот проблема. Ну, в смысле, проблема я имею ввиду такая, что вот, ну, что муж, да, он так себя ведет, как бы. Что вы не знаете, почему так себя ведет. С другой стороны, очень важно не давать себя в обиду. С другой стороны, очень важно себя в обиду не давать, да. Это тоже очень важный момент, чтобы вы сами не давали себя в обиду. Чтобы вы заявляли о своих желаниях, да, через их сообщениях. Чтобы вы не участвовали в конфликтах деструктивных, а чтобы вы грамотно высказывали свои чувства. Вот. Этому сумму нужно учиться. И в первую очередь менять модель поведения. В первую очередь вспоминать, что когда-то вы были той самой женщиной, на которой я женился. Вспомните, какую вы были. Вспомните. Если не получается, то мы вам поможем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.